Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ксения Булгакова, координатор проекта «Живая библиотека». Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Это что-то такое необычное. В случае с «Живой библиотекой» люди приходят в библиотеку, чтобы пообщаться не с книгами, а с людьми. Что это за идея, откуда она пошла, как она вообще выглядит? Да, всё верно. «Живая библиотека» тем прекрасна, что по названию, можно сказать, уже понятно, что это такое, что вместо книг люди, люди интересные, люди, можно почитать, вместо почитать это поговорить, можно сказать. А вообще изначально, я этот проект не сама придумала, его в России уже тоже много где делают, он пошёл из Дании изначально. Там такая интересная история, организатор, сам вот изобретатель проекта, можно сказать, Ронни Абергейл, пережил такой случай, наверное, в подростковом возрасте, его лучшего друга побили на улице, и он перенёс 20 ножевых ранений, практически смертельных. Конечно, подростков всех нашли, начали разбираться, что там случилось, и выяснилось, что они вообще не знали, кто это такой, никаких причин для конфликта не было. И Ронни подумал, что если бы они друг друга знали, если бы они были, допустим, одноклассниками, или бы они соседями были, если бы они хотя бы имели представление друг о друге, они бы так уже не стали делать, до смерти бить. И он подумал, что причина такой необоснованной агрессии, что люди друг друга не знают. И так вот он начал делать в Дании такой проект, и сейчас, кстати, он обязательный для школьников начальной школы и таких профессий, как пожарный, полицейский. Для них буквально несколько секунд могут сыграть большую роль, там, спасти человека. То есть, был же случай, когда полицейский застрелил афроамериканца в Америке, и кто знает, может быть, был бы он другого цвета кожи, был бы другой исход такой ситуации. То есть, с большим уважением люди друг к другу начинают относиться, я так понимаю, да? Да, тут несколько таких функций важных уже в библиотеке. Одна из них – это разрушать стереотипы. Мы, не знаю, можно сказать, миллион, наверное, стереотипов, назвать относительно каждой социальной группы, которая как-то отличается от, можно сказать, нормального человека. Или о профессии, например. Много у нас стереотипов о религиях, о нациях, о культурах разных, о субкультурах. И это все очень интересно. Интересно даже встретиться просто с представителем, не знаю, вот на прошлой библиотеке я приглашала представителя Эммы Движения, Рязани. И это было очень интересно с ним поговорить. Он, кстати, пришел на первую библиотеку как читатель, потом подошел ко мне, сказал, что ему очень понравилось, и он с удовольствием принял бы участие как книга. Когда в прошлый раз была у вас живая библиотека такая? Где она проходила? Последний раз я делала 10 июля прошлого года в галерее Иваново. Художника. И кто там был? Вот какие книги были? Сколько вообще их было? Так, самые яркие какие-нибудь обозначили, которые полностью разрушили все стереотипы. Ну, насчет того, что они полностью разрушили все стереотипы, я, конечно, не могу ручаться, но я приглашала 8 книг. Среди них очень популярная, можно сказать, книга была «Священник». Вообще, потрясающий человек. Там вообще был лимит три человека, то есть для сессии читательской, можно сказать. Три читателя. Да, да, да. Три читателя в течение полчаса. К нему, наверное, человек 20 пришло, и я уже думала, не буду никого разгонять. И они сидели, слушали буквально как лекцию персональную. Был еще студент из Африки тоже, он сидел с переводчиком, то есть были какие-то трудности, как минимум чуть-чуть медленнее шла коммуникация, но это никого не останавливало, тоже там собралась куча народу вокруг него. Чем отличался священник? Что он о себе такого рассказал удивительного? Ну, у нас тоже есть у многих в головах такие штампы относительно людей, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы служить Богу, служить людям, которые приходят в храм. Он настоятель храма. Он, на самом деле, очень интересный человек, он очень современный, и он несколько лет назад организовывал урок фестивально-почтовый, он ведет видеоблоги, записывает у него очень активные страницы в соцсетях. В общем, не знаю, абсолютно лично вот мне в моей жизни он разрушил практически все стереотипы относительно священнослужителя. Кто еще там у вас был, кто удивил? На живую библиотеку я как-то раз еще приглашала книгу «Глухонемой». И изначально я имела некоторый такой страх относительно того, чтобы пригласить такого человека на библиотеку. То есть это же стресс в первую очередь для книги, то есть для спикера, и как будут реагировать читатели на это. Может быть, там может случиться и какой-то, например, конфликт между книгой и читателем. То есть на такой случай всегда хорошо иметь психолога на такое мероприятие, чтобы на случай, если что-то случится, он мог, допустим, помочь решить какую-то проблему. Ну и как прошло? Вообще люди даже ревели буквально вместе с книгами, то есть сейчас со спикерами. Там было два человека, переводчик в том числе, который переводил все языка жестов на русский. И сама книга. Тоже собрали очень много людей вокруг себя и смогли доказать, что это такой же абсолютно нормальный человек. Вы подбираете удивительные книги, да, чтобы они действительно открыли глаза на что-то, да, человеку? Да, да, да. Кстати, одна из книг тоже была «Пережившая рак». И это вообще, меня тоже очень поразила эта история. Я на самом деле целенаправленно искала такого человека, потому что даже вот среди моих знакомых, если люди сталкиваются с такой проблемой, они абсолютно теряют надежду. Я написала на самом деле пост у себя в социальных сетях, если у кого-то есть такой знакомый, который готов об этом говорить. И я нашла его среди моих собственных друзей, просто я не знала о том, допустим, что такая история случилась в жизни этой девушки. И она вообще тоже абсолютно не скажет, что такая история была у нее. И она с удовольствием о ней рассказала о том, что она пережила ее до конца и вообще сейчас абсолютно счастливый, здоровый человек. В мире технологий, компьютерных систем, мы вообще, наверное, уже разучились почти разговаривать, и вы заново учите людей общаться, мне так кажется. Есть такая проблема в современном мире. Даже вот раньше соседи, например, друг к другу могли в гости спокойно ходить, общаться. Сейчас даже такого уже трудно найти, на самом деле, в городе. В этот раз «Живая библиотека» пройдет у вас 1 октября, я так понимаю, да? Это воскресенье. А кто будет? Какие книги? Можете рассказать немножко или это секрет? На самом деле, я хотела сохранить интригу. Ну вот я вам уже, на самом деле, проговорила, что марафонец будет. Ну вот еще какие-то интересные тоже будут. Все это будет, ну не все, конечно, но часть об этом я расскажу в социальных сетях, в группе «Живой библиотеки» ВКонтакте. А где будет проходить мероприятие в этот раз? В этот раз будет оно проходить в Центре детского творчества «Феникс» на Праволыбецкой. Если это, на самом деле, трудно найти, это такое розовое, деревянное, очень красивое здание, там, недалеко от старого города. Ну, такое резное. Да, да. Так, а как же к вам туда можно попасть? То есть надо заранее записываться на чтение? Нет, абсолютно, надо просто прийти. Во сколько это начало? Начало в 16.00, будет 3 часа проходить. Там еще, кстати, будет кинопоказ, то есть даже если вы придете и увидите, что книги вам неинтересны, даже если такое случится, то можно просто остаться посмотреть фильм. А также будет книжный фримаркет. В чем будет заключаться сам книжный фримаркет и вообще откуда идея создания фримаркета «Живой библиотеки»? Откуда вы все это принесли? Еще 3,5 года назад я жила в городе Пермь, и идея фримаркета, идея «Живой библиотеки» я увидела там. Я в обоих мероприятиях участвовала как помощник-организатор, можно так сказать. Я так вдохновилась, что когда приехала в Рязань, увидела, что это вот тут пока никто не делает, и подумала, почему нет. Я знаю, как это делать, это не очень сложно. Ну вот как выглядит фримаркет? Просто пример, на котором можно объяснить, как эта система работает. Один раз прочитал, и вероятность того, что ты возьмешь эту книгу снова в руки, допустим, не знаю, 10%. А кому-то очень интересно ее прочитать. Ты просто говоришь, вот, бери, я ее больше не использую. И человек читает ее, и ему не нужно покупать такую же вторую книгу, а когда он ее прочитает, он может передать ее еще кому-то. Вот, поэтому на «Живую библиотеку» можно принести любые книги, журналы, учебники. Как сами рязанцы уже реагируют на ваши проекты? Сколько вы второй год их здесь у нас ведете? «Живую библиотеку» — да, второй год, а фримаркет уже третий. Как рязанцы реагируют? Приходят, не приходят, приносят свои вещи? Как общение с книгами у них происходит, вот именно с «Живыми» когда? Как им нравится это веяние? Вот когда я делала первый раз «Живую библиотеку», я очень боялась, что никто не придет, то, что у нас люди такие скованные немного, этот проект, он подразумевает под собой то, что ты будешь говорить с незнакомым тебе человеком. Сложнее всего мне было найти книги, вот второй особенно раз. Первый — это были все практически мои знакомые, я их просто... Мне даже не пришлось их уговаривать, объяснять, там, в чем сложности, в чем будет, наоборот, там, какие-то бонусы от общения. Вот. А люди, которые приходили, на удивление, были очень открытыми, и сами начинали разговор с книгой, и это меня прям очень приятно поразило. Я подумала, почему бы не сделать еще раз, раз это так хорошо пошло. Ну, я думаю, это такая хорошая ниша, которую можно развивать и нужно. На примере других городов, также я находилась в Нижнем Новгороде, там есть подобные вещи, там и фримаркеты вот эти вот на улицах, в помещениях проходят. Людям это очень нравится и, на самом деле, идут на это. Вот. Какого результата вы вообще хотите добиться здесь, в Рязани? До какого уровня развить «Живую библиотеку»? Для чего вам это нужно все? Ну, вообще «Живая библиотека» — такой проект, результаты которого сложно измерить в цифрах, или понять, допустим, я вот хочу, чтобы там столько-то человек, не знаю, осознали, что их город прекрасен тем, что он многообразен, жители Рязани. Поэтому сложно сказать, чего я именно добиваюсь, после какого результата я скажу, «Все, я сделала все возможное для этого проекта, могу закончить». Пока есть силы, пока есть люди, которые мне самой, в первую очередь, интересны, которых я хочу пригласить на проект. Покуда они есть, там я буду продолжать делать этот проект. Ну, а вот как стать книгой вашей, например? Да на самом деле легче всего. Можно просто мне написать. Ну, не обязательно быть прямо, не знаю, очень необычным, очень необычным человеком. Интересные профессии, интересные, не знаю, да на самом деле люди сами не подозревают, что они могут стать книгой. А есть ли какие-то вопросы в «Живой библиотеке», которые задавать нельзя? Или можно все спрашивать? Ну, никаких рамок нет на самом деле, все зависит конкретно от книги. Книга за собой оставляет право, ну, то есть спикер, отказать в ответе на любой вопрос или сказать «мне некомфортно отвечать на этот вопрос». Но на самом деле в практике пока у меня такого нет. Люди, не знаю, либо книги настолько открытые и отвечают на все вопросы, либо люди просто знают, какие вопросы уместно задавать и какие нет. Так что пока таких проблем не было. А как чувствуют себя потом книги? Они делились с тобой своими переживаниями, эмоциями? На самом деле для книг тоже это интересное мероприятие, потому что чаще всего в отношении себя они же испытывают стереотипы какие-то. И, не знаю, всегда они говорят с облегчением, что вот, наконец-то хоть кто-то теперь знает, что там, например, что зоозащитники – это не сумасшедшие люди, у которых дома 40 кошек, и они там всю свою зарплату тратят на корма и, не знаю, всех подбирают с улицы домой. Мне кажется, это психологическая разгрузка для книг, для людей. Если у книг были какие-то страхи, они могут спокойно о них рассказать и не жить больше с ними. А люди точно так же, глядя на книг, понимают, что они неплохо живут, и они молодцы, правильно? Я думаю, так. Приглашаем давайте еще раз всех. 1 октября, 16.00, в Центре детского творчества «Феникс», на Проволыбецкой, 28. Жду всех на живую библиотеку. Ура! Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо большое, что пригласили. Будем рады видеть вас. Спасибо. Пусть хорошо все пройдет. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте – город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова